Сегодня 27 ноября 2022 года На часах 20.00 по московскому времени И на stopgame.ru начинается очередная игра СГЧГК За игровым столом Василий Русяев, Максим Орлов, Диана Урбанович, Илья Шарифов и капитан команды Алексей Гермалаев Против них выступят пользователи stopgame.ru под никами Fireflyboy, Astronom, Niterio, Kлючna, PixelT, John Guns, Антон Захаров, Виталий Гарпиненко, FonSolot и AlkaChimist Распорядитель игры Василий Гальперов, ведущий Иван Лоев Будут разыграны 12 обычных вопросов, а также до 5 блицов в зависимости от сумм донатов каждому знатоку В случае поражения знатоков ждет наказание Ну а пока счет 0-0 Первый раунд Здравствуйте, господа Здравствуйте, господи, дышим Давно я этого всего не говорил И приветствую чатик СГЧГК вернулась Я не знаю, как это правильнее склонять И по этому случаю мы решили набрать новичков, которые желают себя проявить в этом славном состязании интеллектов И сегодня я буду регулярно до них докапываться Типа, кто вы такие? Что вы здесь делаете? А как вам вообще? Че и куда? И так далее и тому подобное Ну а пока давайте начнем с первого вопроса Против вас играет Firefly Boy В этом вопросе альфа замена В игре консорциум главный герой епископ Который должен выполнить задание короля Помогать ему в этом будет рыцарь А также некая девушка Известная как альфа В модификации к игре Civilization На альфу меняют галеру Внимание, вопрос Что мы заменили на альфу? Время Так А у нас главный герой епископ Я сначала подумал, ну очень похоже на игру куделка, но блин это не оно Мне почему-то показалось про Жану Дарк Но может это... Но очень странно на самом деле заменять галеру на Жану Дарк А галера вообще? Галера это корабль Да Грибное судно или корабль Я уж не знаю почему это Грибовичное судно Да На задание... На альфу меня галеру Какая-то Может... Епископ задание короля Рыцарь и девушка Где может использоваться рыцарь и девушка, ну которые нужны прям для выполнения задания? Может это как Адама Ева, ну что это такое? Может там корабль? Ну не, не, там же три... Говорят же то, что три получается героя Епископ, девушка и рыцарь Рыцарь Епископ, девушка и рыцарь Может она как медсестра может какая-нибудь То есть... Но опять же давайте давайте все-таки исходить из того, что в цивилизации в моде вроде, да? Да, да, меняют на галеру Нет, галеру меняют на альфу А, галеру меняют на альфу То есть галеру заменяют этим А это никак не связано с... Трое в лодке, не считая собачьей Такое, типа, галеру меняют на лодку и вот тут трое заменяют самый архиписк Не-не-не, подожди Да, галеру... А, блин, во что галера модифицируется? А, у нас что-то ничего не пропиликало? Да Вот так пиликает оно? Вот так пиликнуло До этого я ни первого, ни второго звонка не слышал А вот сейчас слышно будет? Нет Нет Нет, не слышно Ну, пока не слышно Будем разбираться, почему так Возможно, стоит сделать чуть погромче Давай Итак, время обсуждения вышло Господин Ермолаев, кто будет отвечать? У нас нет ответа Не, ну подожди, давай, да, хотя попробуем действительно Жану Дарк Ну, окей, окей, тогда отвечает господин Ивсяев Я внимаю Дождите, галера Так, у нас это же нет, никто хочет стать миллионером, но здесь нельзя дополнительное время брать На чё меняется сейчас? Для того, чтобы получить дополнительное время, надо сдать какой-то предыдущий вопрос заранее, чтобы была минута в запасе Итак Итак, ответ у нас Ну, пусть будет Жанна Дарк, ладно Жанна Дарк В модификации к игре от Civilization на Жанну Дарк меняют галеру И она плавает по воде такая Ааа, я горю! А теперь, внимание, правильный ответ И снова что-то нет в руках Да, так-то Сейчас, я слышно Возможно, он к нам не прорывается сквозь препоны, шума, даба, этого самого Господин Распорядителя Да, Дискорда господина Распорядителя Так, консорциум Так, прорывается? Угу Ладно Тихонько, ну да Очень тихо Очень странно, ладно Я че пишу, что Диану тихо слышно Это уже я поправил Окей Вы на чатик не смотрите Да, вообще-то, че это вы там делаете? Ну-ка, выключили бы строчат За чатиком следим мы С господином Распорядителем Угу Ааа Итак Епископ Король Ммм Рыцарь Наводит ли три этих слова вас на какой-нибудь Ладья Что-то Ответ ладья это правильный ответ вот бы был он дан на минуту до 1 крутки этого вопроса вами господин ведущий да вот она консорциум если вдруг кому интересно игра в жанре киберпанк и все вот эти вот епископы короли ладьи все остальное это ранги членов организации которые там тусят соответствии шахматными фигурами я даже не играл в консорцию вообще ну она насколько я понимаю вообще не очень популярная но второй раз господин ведущий надеюсь что вам слышно волчок а еще это вижу господин ермолаев все-таки сумел дойти до правильного ответа и он скоро явно включился в игру и скоро сможет проявить себя потому что его ждет blitz в ближайшее возможное время вопреки всем ожиданиям 1 нормально я поясню и напомню всем кто знает и может быть забыл ну и вообще полезно иногда повторять такие вещи тем более сгчу как а давно не было на изгчу как а у нас действует система супер блицов которые выбиваются благодаря донатом со стороны пользователей то бишь с вашей стороны господин господин уважаемый чатик что неважно короче вы можете присылать донат адресно на любого из на таков в собственно играющий в данный момент команде и тогда они получат на выбор один из пяти специально заготовленных для них блицов вот и помимо этого и у нас дополнительная уникальная механика на эту игру будет состоять в том что у но так как команда знатоков формально новички в этом всем то мы решили для того чтобы их совсем уж не душить в случае если команда будет проигрывать после обсуждения очередного вопроса она может попросить помощь знатоков знатоков собственно которые играли уже до этого в чгк которые следят сейчас за эфиром вот они смогут ворваться в войс чат и что-нибудь как бы отрекомендовать у них будет 30 секунд чтобы озвучить любые свои мысли а у команды соответственно чтобы их как-то осмыслить и принять свое решение исходя из этого всего ну и видимо давайте переходить к вопросу чтобы не терять темп против вас играет человек под загадочным ником ключ на в этом вопросе x заменяет два слова на картине павла подкидышева x изображено множество птиц и в том числе фазан внимание вопрос какой видеоигре главный герой после первой смерти попадает в x время для чего нам сказали про птицы может это какой-то рай вообще после птиц смерти так как в видеоигре после первой смерти пазан изображен фазан и картин называется двумя словами в даканте умереть нельзя и смотрите на этой картине изображено много птиц которая вот x идет то есть это что-то знаю какой-то птичьи рай и врачи улетели вспоминается из проекта тоже с орлом что связано было но орел за не фазан до пазан первой именно смерти именно при первой смерти да именно при первой я прослушал момент после первой смерти он попадает в x в x чистилища круг ада может хотя почему тут птицы почему-то птицы я на ум приходит чем данта с инферно я не знаю почему но это не так называли ты там после смерти если не было слышно все еще не было слышно к сожалению господин распорядитель хорошо время студия запись кто будет отвечать у нас есть когда версия команда это вопрос к вам или нивно вообще в обещании в россии может тебя у самого есть какая-то версия нет ки у нас нет версии мы в принципе можем уже попросить помощь клуба ну давайте попробуем странно самом начале это козырь но в принципе давайте попробуем так клуб клуб я взываю клубу потому что клуб ну соответственно из трансляции нас слышит задержкой поэтому я взываю сквозь чатик просто никто не захотел к нам прийти вот и все ну не никто не хочет господин воробьев и господин милязев за вас болеют насколько мне известно так пока клуб давайте проверьте хорошо слышно было 1 1 2 до 1 господин милязев господин милязев пока пока здоровайтесь но ничего по делу не говорите мы дадим да да я так понимаю что мы попали в будущее и знаем то что нам потребуется помощь команде вы вопрос слышали а я у меня он не дотекал еще дарикал да я думаю будет справедливо повторить чтобы команда смогла подумать и мы переосознать ну хорошо давайте я повторю вопрос потом у вас будет 30 секунд и вперед из песней значит в этом вопросе x заменяет два слова на картине павла подкидышева x изображено множество птиц и в том числе фазан в какой видео игре главный герой после первой смерти попадает в x 30 секунд фазан мне кажется может ассоциироваться только с радугой потому что каждый охотника желать знать где сидит фазан если у нас два слова то что может быть мужского рода центр радуги еще что-то похожее они с радуги ничто не стреляют по играм сторону радуги мужского рода не ну а картина же не называется радуга 6 он попадает в понимаете то есть конец радуги подойдет он так и не слышно до сих пор до я могу попробовать давать таймера будет может слышнее у меня тоже под рукой а если мы починим эту проблему со звуком нададут дополнительная очка вы если почините возможно если у меня у меня есть предположение что нужно ткнуть да сейчас скажу давайте всего нужно убрать автоматическое определение чувствительность устройства это вряд ли потому что у меня вроде все убрано там ну а спасибо за подсказку сейчас попробую нам на минимум убрать но хорошо а теперь а теперь нужно понять как будет ответ на вопрос за это было бы очень славно я честно не уверена я все максима милязева смысле господина милязева нам сильно помогла поэтому я все-таки осталось при применении что у нас нет версии я но мы можем дать просто ответ что это отвечает не принимает решение капитана для остальные в это время молчат у нас нет версии хорошо господин милязев кстати говоря правильно вспомнил что фазан ассоциируется с поговоркой каждый охотник желает знать где сидит фазан которая на самом деле не поговорка а как там мнемоническое правило или мнемоническая фраза но какова суть этой мнемонической фразы запомнить в буквальном смысле без вот этого вот мета прочтение первая буква означает цвет охотник мечтает знать где фазан и вот как бы есть фаза ну то есть фазан на картине возможно отсылается к этому к тому что охотник желает его видеть ну и в таком случае как можно назвать картину охотник на фазанов и остается вот чуть-чуть охотник какой-то там у него есть мечта или что-то похожее и созвучно смелом и это блатборн это верно дотянули нас да ну какая же херня а это потому что и знаки ругаются да шейман юзан таки хочу поздравить таков с испробованием новой механики удачно вы ее использовали хорошего игры спасибо господин да спасибо господам знатокам которые пришли на выручку несмотря на то каким стал все-таки результат господин ермолаев да давайте мы попробуем размочить счет давайте и играть блиц да блицов у нас заготовлено как я говорил 5 штук и вы собственно можете выбрать из пяти любой облицы следующие игровая мифология минимум слов максимум смысла стишки порошки блиц которого вы не просили а как вы развлекаетесь в постапокалипсис ну давайте стишки порошки это максимального иска я когда даже сочинял о то есть вам даже не надо объяснять что такое порошок но я думаю имеет смысл объяснить всем остальным ну да здесь есть два разминочных порошка которые были предложены автором для того чтобы немножко по почувствовать атмосферу новогоднего утренника вернуться в детство поэтому я сначала читаю начну первые три строчки порошка потом команда хором выдает четвертую строчку а потом уже мы перейдем к блицу неймар побрился месси вырос пред нами новая игра и в двадцать первом тоже выйдет фифа фифа абсолютно верно можно всей командой это это просто зашел в корчему сегодня утром без эля с гвинтом мне никак отцом хорошим уж не станет ведьмак и вот по такому по такой логике собственно собраны все остальные три стихотворения стишка порошка вот но уже их играть будет один господин ермолаев но если что напоминаю как у нас устроены блицы один вопрос 30 секунд размышления потом я принимаю ответ в одном из вопросов блицов можно попросить помощь команды 10 секунд будет у команды на то чтобы озвучить какие-то свои варианты и потом надо будет все сдавать итак первый вопрос первый порошок желудок пуст рассудок в минус собрать бы ягод веток трав игра всегда напоминает время я так понимаю нужно ждать ответа да нет еще не это было первое самое рассуждать можно если что вслух это не запрещается но я рад что слышно пиканье до пиканье наконец-то слышно майнкрафт окей вопрос номер два ну и да если что сначала принимаются ответы потом выдается их правильность не верь диснеевской посуде под вами будет стул согрет с дарк соусом много раз сравнили время вопрос номер два таки я попрошу помощь команды 10 секунд поле нордер мой ответ по-хорошему там должно быть два слога по форме порошка пола нордов слишком длинная че есть нет все ну это очевидно заводит ответ потому что я ответ не знаю ну окей и соответственно заваленный blitz все еще есть вопрос номер три можно просто на нем отыграться искал лекарства от болезни но много англичан убил нарушил клятву гиппократа время здесь я могу сразу сказать вампир ну давайте не будем до смысла не тянуть больше не нужно на будущее в целом рассуждать короче все что звучит до фразы у меня есть досрочный ответ или что-нибудь подобное я воспринимаю как размышления вслух и это не идет там зачет и так далее можно говорить что угодно но желательно никого не оскорблять действительно в третьем вопросе речь идет про игру вампыр во втором вопросе у команды есть кстати какие-нибудь варианты search все типа вот на диснеевскую посуду ни у кого не это самое но причем вот так соус kingdom hearts вообще не про то а капхэт 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 только дарк соус но тяжелый потому что и смотрел хоть один обзор игры капхэт вот странно что его сравнивать с диснеевским тоже здесь на анимации то очень диснеевская же ну это уже знаешь надо быть в курсе какой-то анимации и тем потому что как по-моему его много сравнивали с ранним диснеем вот соответственно да действительно речь идет об игре капхэт и в первом случае речь идет об игре don't starve понимаем порой окей да вот что ж ну один из трех как минимум есть ну неутешительный счет сейчас посмотрим что еще дальше пойдет может быть может быть о колоде так ладно давайте знаете что сделаем у нас господин орлов как-то молчит давайте о чем можно говорить здравствуйте да можно говорить можно участвовать так как у нас сегодня такая немного ознакомительная игра в краса расскажите чем вы занимаетесь на стоп гейме на стоп гейме я прохожу игры обозреваю игры об серая игры иногда людям нравится иногда не нравится вот это достаточно всеобъемлюще мне кажется это много кому нас применимо хорошо хорошо сказал я задумался что говорить дальше не знаю что говорить дальше поэтому давайте дальше будет вопрос против вас играет джон ганс в игре майнкрафт существует коренная порода которую под силу сломать только тору общество одной из симуляций в игре the talus principle управляется тором который часто заглушает неугодных внимание вопрос какие буквы мы пропустили в предыдущем предложении время связаны с тором да потому что от минимума и карте в майнкрафте на самом деле можно но в принципе можно сломать бедрок который находится в самом низу только если ты одним либо если ты очень хорошо умеешь читерить и знаешь майнкрафт но это явно не второе я просто майнкрафт вообще не в курсе это какие-то блоки которые обычный игрок не может сломать чтобы не провалиться чтобы не провалиться за текстуры админис получается админис получается администра да получается по форме ответа мы должны по форме вопроса должен быть администр досрочный тогда да и меня обсуждение досрочный до пиков не знаю время значит досрочно а кто им записал форму вопроса чтобы мы не подлились ну какие какие буквы и буквы допустили пропустили в предыдущем предложении а это по буквально нужно называть администра да я так понимаю это все у нас вышло время они по идее это был принципе на вот теперь вот теперь время вышло кто будет отвечать отвечать буду я наш ответ администра нет абсолютно верный ответ я даже не хочу воздушить нет мы размочили еще одна администра но это опять вопросы которые берутся санта что в такой-то а размочить счет это официальный жаргон конечно да ну это не обязательно чуга каш на это в принципе не сыграть в сухую да как только игра перестает быть уходит сразу все размочили левушек или так а какой у нас там раунд получается раунд то 5 или выходить следующий вопрос выпадает какой следующий вопрос я так что по какой был только что был только что про администра свои порядки до вопроса раздаточным материалом да сейчас будет раздаточным материалом первый вопрос я хотел уточнить как у нас там с положением с облицами пока что все плюс-минус рядышком кое-кто впереди кое-кто позади но облицы еще короче не накоплено ни у кого еще половина облица даже пока что но как бы все меняется довольно быстро как вы знаете да извещать вас об этих моментах это это мы знаем так в в раздаточный чатик сейчас как что-нибудь прилетит как только я найду раздатки вот они раздатки так это это не тот чат прилетел прилетает раздаточный материал против вас играет на итерио а перед вами если вы откроете раздатку скриншот гипотетического голосования в игре а могут внимание вопрос подумайте и назовите имя и цвет костюма того кто скрыт на картине время почему-то про пинки брейна если тут нет это больше похоже на считалочку а динки может какой-нибудь нет барина и не знаю считалочку да похоже на считалочку так блинки рифмоваться значит последним пинки понятно розовый были розовый блин кимблат счет эти потолу инки чернила чернила на чехол а вот лайки зоны а может быть инки уже есть а клайд почему оранжевый клайд у всех есть лайв в имени вообще си у клайда это скорее саян который голубой да возможно они перепутаны местами ну нет почему он перепутаны но блинки тогда должен сложиться б и пк пик вот что-то долго первых букв быть время время же время же время же а точнее время о цвета какого-нибудь желательно правильного отвечать будет госпожа рубанович госпожа рубанович я весь уши или внимание нас ответ господин ведущий может не знаю может динки и он будет фиолетовым динки фиолетовый хорошо ваш ответ понятен а теперь внимание правильный ответ а можно я озвучу господин господин руси это желтый и у него имя будет пакман у вас у вас дар давать ответ спустя 30 секунд после того как закончилось время обсуждения это действительно приведение из пакмана и естественно трейдером они будут читать пакмана который как известно желтый да еще изначально он был пукман вы об этом знаете очень даже господин русиев спустя 30 секунд после обсуждения думают правильный ответ не потому что у него чат доходит наконец-то нет этого эпизода нет я просто сидел я сидел и вспоминал что я знаю эти имена но откуда я их знаю я не помню и потом я даже я не смог вспомнить а потом я поверим вам на слово господин русиев госпожа рубанович раз уж вы у нас давали предпрошлый ответ расскажите что вы делаете на стоп гейм визуальными новеллами занимаюсь господин ведущий сделал один ролик по гайду для новичков по визуальным новеллам на стримы заглядываю время 3 еще на сходку еще на сходке было да и на авторпайте тогда уже сход и тем более это так а какой был вопрос про пакмана я я я в номерах у себя не с раздаткой господин ведущий опять давайте просто поговорим зачем давайте поговорим хорошо сидим давай хорошо как вам играется господин как-то так себе пока что-то как мы еще пока не разгорячились вот разгорячимся и тогда все пойдет отлично я верю свою команду это это похвально так а тем временем против вас все-таки играет астроном но все-таки не будет играть не все-таки он он как бы есть паки поэтому ничего не поделаешь он играет до раздатка в раздаточном чате кто-нибудь из вас знает ли эту замечательную великолепную игру это ремонт это rim world абсолютно верно но к сожалению вопрос не в этом для всех остальных короче вкратце поясню primord это выживай stick в котором надо управлять поселением в котором живет несколько человек можно конечно в одного но это такое себе удовольствие и в общем это песочница с уклоном в симуляцию цель заключается в том чтобы улететь нафиг этим поселением а точнее поселенцами с планеты кайф получается в процессе получать от сочетания сложности всяких механик которые тут присутствуют и симулятивности и так в ходе достижения этой конечной цели по улетанию с планеты вам как игрокам придется многим пожертвовать даже людьми здесь они обычный расходный материал неудивительно что в коде игры поселенцы обозначены как они внимание вопрос назовите их одним словом время и тогда ты рину вопрос конечно так получается для чего нам дали раздатку то есть здесь человек и они некоторые на английском а некоторые на русском написаны имена то может значить я подумал какие-нибудь баги может достижение по улету с планеты многим пожертвовать чем мы жертвуем когда ну здесь в том числе людьми вот и как обозначены люди в игре в коде единичками посмотрите внимательно на имена ничего не вам не говорят все равно мне вспоминать из elder scrolls она вампирша была но это это что-то на программистском был создатали на просто не в курсе по языкам а то что они так выглядят на что тоже что-то знать почему они так стоят но они это видимо просто справиться стандартные обозначены поселенцы они подчеркнуты кстати я не очень понимаю что нам дает раздатка в этом вопросе но она явно есть и явно нужно раздатка действительно явно присутствует в этом вопросе не что-то она дает время вышло и поэтому вы бы мне дали какой-нибудь ответ не было бы клево баги все-таки просто сейчас говорит господин капитан я пытаюсь решить если у нас версия я кстати на всякий случай напомню что иногда можно дать кому-то право отвечать и попросить повторить вопрос ну вот да я бы для начала попросил повторить вопрос хорошо значит на раздатке вы видите чуваков из римворда ремонт это выживастик цель которого свалить нафиг с планеты в ходы достижения этой славной цели вам придется многим пожертвовать даже людьми они здесь обычный расходный материал неудивительно что в коде игры поселенцы обозначены как они назовите их одним словом отвечать будет господин русиев вот так даже мне кажется есть какие-то видите что чат до этого уже дошел конечно не знаю на свалить и на время свалить с планеты не знаю пускай будет топлива топлива да люди это топлива это такой не знаю лозунг откуда нить из не frostbite игра про выживание в холодном городе фрост панка фрост панк фрост панк точно да люди это топливо хорошо ваш ответ понятия на теперь внимание правильный ответ госпожа урбанович абсолютно верно посмотрев на картинку отметила что она видит 8 человек я уже не вспомню кто но кто-то также отметил что эти восемь человек стоят в ряд а где еще вы видели 8 человек которые стоят 5 шахматный вопрос пешки это пешки из то что из шахмат но да действительно имена здесь призваны просто сбить с толку до этого имена внешний вид это то что как бы не роляет понятно имена рандомно генерируются они понятное дело не на вид не наведут на то как называется как называются штуки в ходе время время играю в шахматы на ни один шахматный вопрос я не взяла так стыдно я пойду свою медаль сожгу просто медали мне кажется плохо горят если они не бумажные не шоколадные нет не деревянный а у меня была пластмассовая медаль кстати она наверно тоже бы хорошо сгорела я должна знать где она сейчас господин шариф давайте поговорим с вами а то что то вы сегодня как-то нет чем вы занимаетесь на стоп гейм я вообще сюда случайно попал это ложь и провокация я занимаюсь производством инфактов два раза в неделю по утрам мучаю twitch канал своими стримами по властелину колец и иногда не только и редко но бывает выпускаю какие-то видосы про моды и не только вот так моды моды это это хорошо а какой у нас там раунд раунд седьмой господин ведущие вопрос но и панк по счету шестой ну шестой погоди как это работает ну потому что да я думал смысл да я я думал ты имеешь ввиду номер в документе вопрос 11 если это будет подсказка номер в документе 11 правильный ответ есть есть как бы методичка для обзоров а есть методичка для избить пика так в раздаточный чат в очередной раз прилетает замечательная картинка до изображение на раздаточном материале имеет подпись x ни в одной части x протагонист не озвучивался внимание вопрос что мы заменили на x время досрочный ответ elder scrolls а логику давайте ну это название скорбары они же старые скроллы да 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 хорошая мне он нравится 3198 xp да и дальше виста ну такой вот он капита а вот вот после этого давайте поговорим с господином ермолаевым чем занимаетесь на стоп гейме вы я сайт пишу вот так ничего более интересного сказать на самом деле не могу а ну и периодически появляюсь стримах по страде или еще каких-нибудь относительно командных замесах да вот так вот так у нас сейчас не счет а у нас сейчас сейчас у нас у нас сейчас сейчас у нас музыкальная пауза планируется перед тем как мы перейдем на музыкальную паузу хочу еще передать народу что если он хочет чаще регулярно видите эфиры с гчгк то под трансляция находится ссылка на наш бусте и как только там наберется определенное количество а именно 1000 платных подписчиков эфиры с гчгк будут регулярными а также не забывайте про блицы нашим уважаемым знатокам если хотите их немножечко помочь дополнительно вот один уже отучился остальные на готове остальных что ли оставляет на сладенькое ну а теперь можно как бы а теперь давайте послушаем музычку обоих гейм я не боюсь я здесь я не знаю я не могу хорошо любовь я уехала сейчас я уехал я уехал я уехал я уехал я уехал Продолжение следует... 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 вроде только первая часть вышла кто знает 2 госпожа урбанович у нас из будущего в будущем господин русяев зафоносил по металл хелсингер сделал историю серии не фигачит к вопросу на вопросах против вас играет антон захаров и он присылает предлагает вам взглянуть вот на это вот чудесное изображение в battlefield 1 с дополнением во имя царя появился новый пулемет во время тактической перезарядки этого оружия персонаж совершает некое действие внимание вопрос в честь какого родившегося в 1945 году человека прозвало этот пулемет русскоязычная комьюнити время я играл в это говно он короче с этим говном значит это говно он после перезарядки перекручивает короче это поле чудес во но получается якубович дедушка это про что-то царское это делся так называлась куда русскую армию добавили по-моему насколько я думаю но типа поле чудес приведет от якубович тогда получать а для чего нам раздатка тогда дана там барабан который обращает хорошо я тот человек который будет напоминать для чего дана раздатка это хорошо что будешь напоминать в принципе так понимаю ответ у нас уже есть да только подождите нам человека надо назвать да я не тортальщик убоеч получается забивать записывать форму ответ вопроса я записал что я думаю может мы дадим уже ответ да господин ведущий у нас есть ответ хорошо отвечает господин орлов господин ведущий повторить пожалуйста форму вопроса в честь какого родившегося в 1945 году человека прозвала этот пулемет русскоязычная комьюнити можно только фамилия на можно только фамилию можно фамилию имя отчество можно я не знаю супер описательно якубович знать якубович это абсолютно верно ответ я сам бэк из рил о блин как и ну и собственно и вы уже всю логику объяснили что это барабан в пулемете который надо крутить как бы крутит барабан на поле чудес а там есть и кубович который замечательно орет всегда вот и только тут автомат да вообще по идее во время перезарядки надо просто говорить вращайте барабан вращайте барабан а знаете что еще могу сказать господин ведущий кое-кто скоро будет выбирать блиц у кто же этот счастливчик госпожа урбанович не секрет вовсе уже не секрет но это я думаю будет после следующего вопроса ну в принципе если госпожа урбанович готова мы можем сыграть сейчас но можно и после следующего вопроса но в принципе в принципе вот прямо сейчас конкретно может еще и господин русяев выбрать блиц если сильно хочет может и вперед протиснуться здесь как всегда тактический вопрос типа как бы сейчас можно сыграть сейчас в четыре темы можно сыграть после того как сыграть следующий игрок но тогда на выбор будет три темы вот так вот я могу сыграть давайте вопрос да потом уже блиц хорошо сыграем морально настраивайтесь пока что хорошо да гет как говорится рэдди против вас играет пиксельки автор вопроса отмечает что русскоязычному человеку понять символизм описанного далее факта будет чуть сложнее если смотреть на мир вселенной древних свитков сбоку то обнаружится что он имеет форму башни одним из способов обретения чим местного божественного просветления является созерцание этой башни и если созерцающий будет в состоянии произнести некое слово или так сказать сохранить его то познает чем внимание вопрос максимально коротко скажите о каком слове идет речь время башни мне почему-то правил он скую башню показалось что когда и устроили там на разных языках потом люди говорили может что-то с этим связаны ссс познать чин познать цен познать я но да это примерно одинаково так я понимаю но смысле родственные понятия измерил достался я тебя никогда не обращал внимание что если смотреть на мир то сбоку то он похож на башню в таком месте это как вообще может что-нибудь это 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 сейчас сильно не важно важно что это башня и важно что опять же русскоязычному человеку сложно понять поэтому давайте смотреть на английские слова наверное ну то есть tower что с этим можно сделать максимально коротко то есть какое-то одно емкое слово должно лук очень подходит еще в вопросе важно было что если созерцающее сможет произнести или так сказать сохранить слово сохранить нужно и сохрани время будет давайте отвечать дополнительная минута господин да я как раз хотел сказать что можно дать ответ можно взять дополнительную минуту я думаю мы возьмем дополнительную минуту и доказать давайте хорошо вам повторить вопрос значит автор вопрос отмечает что русскоязычному человеку понять символизм описанного далее факта будет чуть сложнее если смотреть на мир вселенной древних свитков сбоку обнаружится что он имеет форму башни одним из способов обретения чем местного божественного просветления является созерцание башни и если созерцающий будет в состоянии произнести некое слово или так сказать сохранить его то познает чем максимально коротко скажите о каком слове идет речь время а может быть солнцем что-то связаны на вершине башни над ним солнце сан что-то такое сохранить причем сохранить солнце обжечь может если он смотрит на башню то он просветляется но только если произнесет туда если он произнесет слово может быть что-то с огнем связано то есть ну там должно там не за башню загореться причем это русскоязычному человеку понять чуть сложнее да почему-то интересно почему это значит что какое-то слово на английском имеют несколько значений просто кат там не знаю после то что-то с культурой связаны несколько значений просветление созерцание смотреть на башню наблюдать за звездами звездочет может какой-нибудь магию познать древних свитка уже чем на английском какое-то слово из моего составить не может какой-нибудь может кто будет отвечать отвечать будет господин русиев не знаю мне была версия что это слово сан то есть он должен признать и слова сан солнце хорошо ваш ответ понятен а теперь внимание правильный ответ а почему надо произносить слово сан если как бы видит товарищ башню слово которое надо произносить да это относится это я не успел выключить микрофон что напоминает башня которую созерцает видит кто-то если мы говорим про не русскоязычный алфавит ай-ай-ай глаз а еще а и который я я да вот вот это вот надо сохранить и тогда ты увидя башню собственно да и познаешь то что нужно ну ты можешь лишиться глаза смотря на башню сохранить свое я можно как говорится вилкой в глаз или на башню раз сохраните себя и свои глаза при созерцании башни в общем то полезная штука была мысль что вы какое-то слово которое несколько значений может иметь ну вот примерно это ну да ну только тут это звук тут амоним дадут амоним да это было недалеко от него что у нас там следующий раунд ну давайте я хорошо он то свой блиц отстрелял как он напомнил что он все правильно я я за фейерплей не убежите а давайте заваливать так все сразу уже давайте говорится короче мой тезис остается прошлым да кто хочет играть близ потому что тот кто играет сейчас имеет выбор из четырех тем тот кто играть следующем из трех пусть выбирает госпожа урбанович кто будет играть сейчас господин русяев прям джентльмен да хорошо давайте я предоставлю возможность господину руся его выбирать из четырех хорошо спасибо хорошо тогда для господина русяева я озвучиваю следующие темы игровая мифология минимум слов максимум смысла блиц которого вы не просили а как вы развлекаетесь в постапокалипсис я кстати господин ведущий напомню что есть один довольно легкий блиц а есть один довольно сложный блиц кстати да у нас есть среди блицов один который ух какой простой и 2 который чуть чуть более зубодробительный так на пару тройку зубов ну давайте тогда тот блиц который вы не просили тот блиц который вы не просили как вы думаете чему он посвящен даже сложно сказать я не могу представить чему как же персонаж который говорит такую я никогда не просил об этом нет не не вспоминается а не давайте тогда революшн нет не вспоминается я уже выбрал да или я могу поменять мне когда уже озвучена тема как бы нет это все блин в принципе как бы для для того чтобы правильно ответить на этот блиц вам надо знать одно что deus ex human revolution эта игра в сеттинге киберпанк этом я думаю вам и так известно и так три вопроса 30 секунд размышления над каждым из них три ответа я принимаю потом мы разбираем их правильности 1 существует возможность помощи попросить у команды вопрос номер один город хэнша в игре deus ex human revolution построен по всем канонам жанра киберпанк назовите односложным словом чем вам нужно воспользоваться чтобы попасть из одной части города в другую время метро 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 лифты метро метро мобиль время блин на три варианта я выберу пожалуй а если к лифте будут хорошо ваш ответ принят вопрос номер два традиционно в раздаточный чатик прилетает раздатка между двумя частями города хэнша находится огромная конструкция которая во время разработки игры носила рабочие название флуф то самое то что вы видите в чатике ответьте точно какими двумя объектами одновременно служила эта конструкция время потолок и пол время а я думаю что это был потолок и пол хорошо зафиксировано вопрос номер три в релизной версии игры это разделяющая конструкция получила название пань гу в честь гигантского существа из китайского мифа о сотворении мира что согласно этому мифу сделал пань гу взмахнув огромным топором время разрубил разрубил типа реальность между на 1 низ и вверх как-то что-ли так землю расколол время у меня есть вариант но я бы хотел услышать мнение команды еще хорошо 10 секунд разделил сутки на день и ночь хорошо ваш ответ зафиксирован и понятен теперь внимание правильный ответ ты ответы 3 во втором случае флор это действительно объединение между флор и вруф которое переводится как пол и потолок сад ну пол и крыша грубо говоря соответственно это конструкция разделяет пол ну смысле является полом и крышей разделяет пол в одном месте крышу в другом месте соответственно делит что-то по горизонтали что можно разделить по горизонтали землю типа слово горизонт оно что делит ну не слово горизонт горизонт названы в честь того что он горизонтальный соответственно паньгу раздолбал небо и землю на две разные штуки и как бы если бы не это то ответ лифты которые не влезают форму первого вопроса потому что надо было назвать одно сложное слово а лифты это два слога я бы зачел но к сожалению день и ночь вместо неба и земли никак не расходятся ну ладно вот такие вот дела заметьте есть некая динамика в первом блице был один правильный ответ во втором два значит в третьем числе будет минус да сейчас должно быть три правильных ответа ну я надеюсь сейчас на простой вопрос будет как бы правильный ответ а потом мы и с блицом сыграем три из трех а вы хотите вопрос сейчас не вопрос а я думаю как пожелаете господин Ильич вопрос не вопрос я ваш скромный помощник мне кажется блицы сплошным сплошняком не круто фигачить будем чередовать так подготовлен очередной раздаточный материал ну ладно раздаточный материал отправлен это это перед вами блинч босс из игры loop hero которая олицетворяет одного из разработчиков а теперь внимание вопрос догадавшись догадавшись за что отвечает данный разработчик и какая самая эффективная тактика борьбы с этим боссом соответствующим образом сдайте ответ на этот вопрос время музыкант тишина тишина отключить звук он композитор и тишина нет не отключить звук а просто наверное не издавать никаких звуков ну да я просто не играл в loop hero я не знаю как что там за механики как она вообще играется ну скорее всего а это и не важно это и не важно скорее всего а нам важно то что он как разработчик входит в понятие ну а да да это разработчик он композитор а мне очень нравится версия с тем что нам нужно в ответе на вопрос просто промолчать с таким лицом кто первый до этого дошел поднимите руку я не помню кто-то и кто-то из но мы хором сказали да хорошо тогда отвечать будем все вместе я был справитесь да можно будет хорошо господин ведущий у нас есть ответ хорошо я весь в уши ну и наш ответ это наш ответ это дискотека отлично а потом сейчас это неправильный ответ я вообще просто озадачен потому что форма формально типа по идее для борьбы с боссом надо убавить звук в игре игры ну ну вы же попросили применить их эту тактику они ее применили господин ведущий что случилось каким образом они иначе могли ее применить господин ведущий отключить микрофоны выключить звук типа наушники дискорде но это господин ведущий меня но это господин ведущий как-то слишком фантазируете мне кажется ладно давайте не будем душить и будем да будем это очко отдавать команде команда немножко рассыпалась правда на кусочки наша наша нейросетка команда соберись команда собраться обратно слишком слышно не видно и это звучит очень интригующе да давайте космические путешествия космос последнего ведет ты 13 сектор не у меня судя надеюсь нет мы отказались от 13 сектор потому что это страшная вещь самое-то как бы поразительное в том что сейчас у госпожи урбанович должен быть блиц соответственно не получится сказать ну давайте пока госпожа урбанович чини свою технику мы пойдем дальше я извиняюсь сейчас пару минут я включу вас может есть пока музыкальная пауза какой-нибудь вот она и идет господин русиев музыкальная пауза у нас нет конечно можем повторить первую мы можем что-нибудь мы можем кстати а нет это уже было проговорено про то что у нас есть бусте на который можно подписываться и тогда лишний раз чем не проговоренного с определенного количества подписчиков на бусте сгчгк вернется не просто в режиме мы иногда собираемся играем а в режиме мы регулярно собираемся и играем вот такие вот дела потому что когда будет следующая игра короче пока не очень известна но у нас кстати есть пакеты смысле с вопросами и даже пакеты с пакетами пакет пакеты с пакетами у меня по дому валяются в количестве минимум трех штук я все никак не могу от них избавиться но зато я могу танцевать под замечательную музыку перебивок из гчгк господин орлов да расскажите нам про меч которым вы пытались что-то там совершить минут пять назад или десять назад это я не знаю самурайский меч который мне выковал который хан за один из двух одним трубишься другим ты делаешь сипуку собственно это тот которым я сделал себе сипуку вот ясно можно сломали пополам потому что на таможне делают такие вещи когда ты провозишь оружие я включила варку но я не могу нормально поставить уже должна появиться возвращаем на место а я где был мне все нормально просто немножко надо скорректировать ваши юные смешные голоса так я буду кривенько извините пожалуйста ну лучше кривенько чем никак главное вопрос облицатель да и лучше не кривенько извиняюсь очень сильно что так получилось технические накладки бывают это никто не застрахован и так вы готовы торжественно отыграть blitz возвращением торжественно да почему почему бы нет можете напомнить пожалуйста темы я не записала естественно игровая мифология минимум слов максимум смысла и а как вы развлекаетесь постапокалипсис у нас остались ну игровая мифология это точно не ко мне давайте минимум слов максимум смысла может он хокку какие-нибудь будут там не хокку там ребусы и не абы какие математические значит загадан ну то есть blitz построен на раздатках в каждом вопросе загадана какая-нибудь цитата из видеоигр цитата достаточно известная и ну в общем известная соответственно сдавать надо именно цитаты не там игру не не знаю кто это говорит именно цитату три цитаты по 30 секунд короче на каждую из них три ответа я фиксирую и потом разбираемся с тем насколько это все правильно есть одна помощь от команды это стандартная история так раздатка от вопроса номер один прилетает в чат и и собственно 30 секунд пошли господин ведущая готова знать ответ хорошо я готов зафиксировать война война никогда не меняется зафиксировали папа 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 сейчас секунду вопрос номер два я подготовил раздатку я отправляю раздатку 30 секунд пошли корона замок не в том замке может быть твоя принцесса не в том замке ну что марио может быть но я только я не помню дословно этот статус на принцесса не в том замке мне больше ничего в голову вообще не лезет время ладно я наверное запарю этот блиц твоя принцесса в другом замке ну я не помню точно дословно цитату какая будет или там принцесса не в том замке ну не в этом замке ну то есть это отсылка на марио хорошо зафиксировано если что кстати уточню что описательные ответы тоже принимаются цитата на и дословнейшее не необходимо вопрос номер три врываются в чат и 30 секунд пошли код какой-то там не господину ермолаев надо время как таро и резонт колбачку значит продолжим функции может время господин ведущий хочу попросить помощи команда 10 секунд пошли новые снова и снова и снова фаркрай 3 я не помню вас когда он про безумие повторение одного это безумие повторение 1 в надежде на другой результат господин ведущий у меня есть ответ это цитата из фаркрай 3 васа про безумие что повторение одного и того же раз за разом надежды на изменения в это безумие извиняюсь опять же цитату прям дословно не помню цитату дословно знать и не надо внимание правильные ответы война война никогда не меняется марио твоя принцесса в другом замке безумие безумие безумия безумие��� безуми безумия безумия безуми это три из трех в день распорядитель был прав на опыте на опыте безумие 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 это три из трех один распорядитель был прав да на опыте на опыте спасибо большая команда без вас я бы проводила последний вопрос вообще не подумала про безумие спасибо большое команде да всегда пожалуйста ну как бы да ну я очень сомневалась по поводу марио потому что я не знал что это вот эта вот штука я не знаю что это эта штука математическая принадлежность множество я гуманитарий господин ведущий поэтому ну теперь уже не такой пустой теперь вы теперь это звук выигранного часа да предлагаю закрепить этот результат следующим вопросом да иногда то что работает лучше не трогать чтобы она работала лучше потому что есть вероятность тупо сломать в игре трон 2.0 действие происходит внутри компьютерной системы по сюжету главный герой попадает в заведение с весьма продвинутой публикой под названием пропуск забавно что непосредственно пропуск вы играя в игру ни разу не увидите а будете видеть только надпись загрузка внимание вопрос заполните пропуск двумя английскими словами время может быть что нибудь вот какой-нибудь но наверное это не она это слова должны быть не цифры не ну вообще весьма продвинутая публика тут причем случае налоги публика весьма продвинутая публика продвинутая в чем то есть в гаджетах не там все все персонажи в троне это программы кроме по моему главного хотя он игроку программ какой-нибудь но два слова я тоже думала что тогда это но не модель хоть форме почему систем апдейт систем апдейт игрушаемый контент но подожди а систем апдейт причем тут в игре собственно то есть это что то что должно быть в игре но его нет вместо этого есть загрузка просто надпись загрузка я думаю я думаю что речь о экране загрузки либо вместо него просто надпись loading screen что ли ну да да но я не очень понимаю как сюда клеится весьма вот именно я и поэтому мне кажется что это может время кто будет отвечать пусть ответит господин арселев повторить вопрос еще раз господин ведущий пожалуйста заполните пропуск двумя английскими словами систем апдейт а при чем здесь продвинутая публика на то что апдейт подразумевает обновление чего-то улучшение чего-то том же программном коде например поэтому как бы продвинутый код трона приходит в заведение под названием систем апдейт чтобы совершить систем апдейт и стать более апдейтнутыми версии с версиями самих себя что-то вроде того они же там все программы в мире трона а как вообще помимо надписи загрузка отмечается загрузка отмечается загрузка игры один лайм как на какой-нибудь начать как она называется лаудин бар прогресс бар окей и собственно прогресс прогрессивная публика бар это ну типа заведение вы не увидите там нарисовано просто загрузка как близко но так далеко петрон разрушиваешь от 5 8 нет но если blitz какой-то работает то и вы в ответе на оставшиеся вопросы правильно и на этот blitz то можете даже вровень конечно как у нас там динамика по лицам динамика пока что у господина орлова полторы тысячи у господина шариф 2700 но вы должны быть отстрелянными да есть еще два блица есть два человека которые готовы на них ответить да поэтому и у нас как бы осталось два вопроса папа 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 да да ну мы отыграли 10 осталось соответственно два это будет странно но я хочу еще мало но в целом у нас я слизист резерв если вы хотите слышать больше вопросов то надо подписаться на наш бусте и тогда эфиры с гачи гкк будут выходить регулярно вы хотите нас помочь диану ты хотел где диана которая сначала говорить так я хочу еще ну вы же хотите нас помучать вот так вот мы получаем удовольствие до крайне жестовыми способами мы мазохизм а в следующем вопросе есть замена это вот такие вот дела в компьютерной игре в альхейм действие которое происходит в сеттинге скандинавских мифов периодически происходят массовые нападения агрессивных существ на поселение игроков атаки существ всегда сопровождаются системными сообщениями которые зависят от типа атакующих противников так сообщение земля трясется сигнализирует о нашествии огромных троллей среди прочих уведомлений присутствует фраза незваные вани внимание вопрос мы не спрашиваем вас какое слово мы заменили в этой фразе ответьте о чьем приближение она предупреждает время вани вани замененное слово я думаю там незваные гости наверно другие игроки когда нападают машине такой я вообще не знаю вальхейме такое случается не играл когда нападают другие игроки типа незваные гости не знаю но он внезапные и внизу незваные они извиняюсь начни прям записал я тоже просто не в курсе что он такая механика к в каких-нибудь соус лайк когда тебе в мир вторгаются другие игроки да а там у каждого свой мир я не я думал это типа обычная мы мои все нет 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 там ты поднимаешь свой сервер как всегда на тебя нападают чего не именно почему вани вот мне тоже почему не васи беспокоит вопрос мне мне кажется это намек да какой-то может быть вани люди ну ваня человек люди что ли сегодня люди можно это намек может правда другие игроки которые вторгаются в тебе мир скорее не вторгаются в мир потому что в принципе ну можно играть в мультиплеер другие игроки когда вражеские кланы что-то такое разграбливают как-то не тут кто именно то есть не тут написано как сигналит время кто будет отвечать господин ведущий я отвечу наш наша теория наша версия что это другие игроки то есть окей окей ваша 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 ответ принят ваш ответ ваша ответа принято а а теперь я правильная ответа а какой ты как как тогда с фраза звучит в оригинале давайте вот попробуем вот с этого углазайте незваные гости но ведь в принципе незваные гости это как бы любая атака на на поселение игрока у званые люди может быть незваные враги я подозреваю что здесь может быть каламбура это могут быть незваные кости и тогда реча скелетах это незваные кости и это речь о скелетах действительно а замена как бы идет через то что незваные кости они как бы кости константины если есть константин это можно и вани и вася и 10 порядка поэтому да вот блин вот это вани она сразу вызвало подозрение какого черта вани типа ас и ванны вот это да я тоже об этом подумал что собрались блицы нет но только что не прилетела господину шарифову у него полб лица накопилось так что последний вопрос за которые могут быть не быть и в итоге блицы что поделать ну да господа чатик там очень нужны эти блицы пожалуйста потому что если что потом мы можем разыграть но потом тогда у нас будут какой-нибудь что-нибудь решающие из резерва просто мы сыграем для того чтобы определить что в итоге и как а или нет если вы хотите что вы на ровный счет уже не выйти господин ведущий к сожалению ну ладно разыграть все равно можем как бы кто нам спретит да ну как бы мы тут можем вообще что угодно разыграть и закончить просто к утру беспределить так уж по полной а и так лаконичного пардон лаконичный вопрос гайд к игре кербал спейс программ называется он один персонаж игры fallout нью-вегас является им во всех смыслах внимание вопрос назовите его время привет избранный спаситель избраны избраны во второй части был избраны не а фоллаут нью-вегас курьер тогда получается курьер да мы с курьером тут кербал спейс программу я ради с этим слон сам род может как-то связано он сам род по он называется делся про ну кстати до про курьера второго вообще я еще думал насчет voyager но блин тогда можно вообще любую игру подставить в которой есть какие-то путешествия вегасе аполлона не было какой-то если курьер почему на вегас они до строить за каком-то но потому что продать строение вспомнят сразу что он курьера парни вегас не очень сразу игра вышла довольно давно мне кажется такая была логика наш ответ курьер ну видимо да потому что есть какие-то еще версии мне показалось что может это как-то связано сквозь станции известны орбитальные там нет навряд ли потому что я вас по из программ этом они стараются откреститься от реального мира просто кем еще был главный герой не вегаса у меня кроме курьера в голове там именно главный герой или вообще какой-то наш не вегас не отца искал случаями тишина студия запись сдача ответа молчания да или нет молчания господин ведущий я отвечу наша версия это курьер хорошо ответ принят а теперь внимание правильный ответ а почему гайд к игре кербал спейс программ называется курьер один да хороший вопрос не могу дать ответ а и много ли смыслов у слова курьер чтобы персонаж игры фоллаут был курьером во всех смыслах не очень все что хочет доставит ну вроде это единство нет никакого такого как будто бы хорошо чем занимается space программ по-русски космическая программа в общем смысле этого слова в общем смысле своей деятельности запускаем космические корабли космос строительство кораблей чтобы они полетели космос исследование космос не ну исследовать космос можно как бы там из телескопа и так далее а как по другому называются космические корабли тем более что мы пока еще не в звездных войнах где прям корабли корабли а мы скорее так тыкаем чулаки ракета ну как бы чаще всего ракеты ракетоносители с земли в данный момент насколько я по крайней мере представляю себе современные космические программы доставляет в космос что нет спутники да у нас сейчас цивилизация на грани вымирания мы доставляем на орбиту ковчеге чтобы спасаться правильный ответ уже вообще-то прозвучал но вы как-то за него не уцепились не ухватились прозвучало слово на букву с новый спутник даже спутник в игре fallout new vegas есть спутник персонажа который является спутником а раз таки космическим спаде мы уцепились за главу а героя надо было все таки да речь все таки шла не главном герое просто персонаж из игры что вопрос именно фигурировал главный герой нет персонаж игры если бы был главный ну типа если бы был главный персонаж был бы типа главный герой знать бы еще что-то в этом фоллауте вас помнить бы надо не такого стилен колец играть дошел пока до другой все видимо наказание это серия стримов по фоллауту ну да пятером разбирать лор господин распорядитель как у нас по блитцам смотрите какая ситуация господин ведущий вообще у господина шарифова не накопился блиц но если я излишки которые пришли другим игрокам перекину на господина шарифов то в принципе он должен плюс минус накопиться хорошо можно господина орлова господина орлова не хватит к сожалению давайте на господин господин шарифов вы хотите сыграть блиц я просто объясню людям которые смотрят у нас значит есть переброшенные на господина ромалаева и госпожа урбанович 1100 рублей на господина русяева 15 рублей вот и еще пара донатов которые пришли без указания непосредственно человека на которого люди хотят скинуть поэтому я их могу зачислить просто господину шарифов из мы хотим еще один блиц а мы наверное хотим еще один блиц поэтому я вот делаю математическую магию где-то на глаз прикидываю что где-то вот у него и должен быть близ приблизить вас конечно никто не остановит но необходимости твердой тоже как будто бы нет господин шарифов что вам нравится больше игровая мифология или развлечения в постапокалипсисе прежде чем я выберу можно мне пояснение за мифологию нет нет вы как бы видите тему а дальше вы говорите я хочу вот этого кота в мешке я вытаскиваю кота из мешка и вы собственно видите что это за кот были мяу стопок там стопудово сплошной фоллаут будет а вот игровая мифология хрен его знает что там вообще давай постапок давайте постапок последний вопрос они последний в последнем вопросе был fallout new vegas а блиц как вы развлекаетесь в постапокалипсисе собственно целиком посвящен игре fallout new vegas и конкретно испытанием из нее но как бы великого знания fallout и для того чтобы ответить на эти вопросы не надо тут скорее нужны другие знания а три вопроса 30 секунд размышления от каждого из них одна помощь команды и потом мы разбираем правильность всего что вы озвучите нам в качестве своих ответов итак вопрос номер один одно из испытаний в fallout new vegas в русской локализации называется историческая шутка для его получения игроку нужно объявить войну фракции легион цезаря и убить ее лидера назовите еще одно необходимое условие для этого испытания время время выслужить или еще нет здесь секунд вот теперь время ну вообще не знаю чё там за условия пусть будет какой-нибудь перейти рубикон не знаю если там есть какой-нибудь рубикон давай следующий я фиксировал ваш ответ вопрос номер два убийство большого числа кассадоров огненных муравьев рад скорпионов и рад тараканов это условие выполнения другого испытания его название в русской локализации отсылает к известному анекдоту о самом страшном противнике известного супергероя назовите этого противника время помощь команды можно или это потом я в целом вы можете сказать что как бы да короче 10 секунд человек тапок вена человек тапок что противник человека паука человек они насекомые они скорпионы муравьи и прочее они боятся 5 про человека муравья думал ответ человек тапок хорошо вопрос номер три мистер хаус миллионер из 20 века построивший под землей убежище мечты в котором он пережил апокалипсис испытание раб подчиняется предполагает убийство мистера хауса особым способом будьте так любезны ответьте каким холодным оружием это нужно сделать если она также встречалась в гта вайс сити время полицейская дубинка нож катана и клюшка для клюшка для гольфа чё я так медленно пишу да я зафиксировал три ваших ответа теперь внимание правильные ответы в последнем вопросе речь действительно шла о клюшке для гольфа это все отсылка к биошоку во втором вопросе действительно есть анекдот про человека паука и человека тапка который самый злейший его враг а с первым то чё не так пошло как бы не по как умер цезарь как зарезали его в сенате чем зарезали ножами и гладиусами а какой рубик он причем причем да я дико запись был желт ножи я причем тут ножи ну типа для вариант перейти рубик он который хрен знает есть в этой игре или нету надо было что то вообще сказать более логично чем зарезать ножом с меня требует ответ я сказал первое что пришло в голову я а причем здесь зарезать ну типа как это соотношение цезаря цезарь убийство цезаря называется называется историческая шутка да то есть если я не по историческому ручь смотри там главарь фракции цезарь ты его режешь ножом и тебе дают ачивку и ты брут скорее всего я не помню к этому очи не нужно было догадаться если я не играл ответил что надо что с цезаря зарезали но я ей по как я к этому прийти должен был без знаний игры есть цезарь и есть историческая шутка шушка какая шутка историческая шутка в том что 30 тысяч лет спустя после того как оригинального цезаря зарезали ножом ты находишь нового цезаря который снова ведет свою великую цезарскую легионскую я тут теперь я понял войну приходишь на ножом что не понял шутку не смешно до этого дела но два из трех есть кстати у нас получается динамика один из трех два из трех три из трех два из трех вот сейчас посмотрим господин орлов и сделать потому что пока мы тут отвечали в него тоже накопилось и этот мерзавец просто не останавливаясь хотел сухим из воды вылезти да а вот не вынаешь господин орлов вы так активно подсказывали всем остальным во время блицов думали мы это не видим давно вот теперь посмотрим а так нельзя а так нельзя но вообще-то как бы нет ну вообще не очень красиво я хотел об этом поговорить после ну ладно но вот сейчас посмотрим будут ли вам но вам достался тот самый близ который как бы ломает зубы заходим с козырей козырей три вопроса 30 секунд размышления от каждого из них одна помощь команды три ответа я регистрирую потом мы разбираем их правильность вопрос номер один по мнению фаната серии dark souls возможная адаптация босса олдрика пожирателя богов в греческой мифологии это он восстановите слово из которого мы убрали четыре буквы время а время лета 1 греческий нет это все это второе греческой мифологии был дракон насколько мне известно нет нет но в таком случае а с какого слова то убрали четыре как бы вот к вам об этом и вопрос у вас есть подсказка если что помните себя подсказка есть как бы по одна помощь команда на помощь команды никто не намекал я вообще первый раз вижу всех этих людей кто здесь что вы здесь делаете и так вы берете помощь или сдаете кровь я проебу это дракон зафиксировали дракона вопрос номер два в отличие от серии god of war в реальной мифологии кратос является союзником зевса а не стремится его убить как доказательство этому служит тот факт что кратос помог выполнить приказ зевса и покормил птицу какие два слова в тексте мы заменили время у меня был вариант что это слово кратос вот только до второго не дошел но пусть будет покормил птицу нет так как бы вопрос в том что было изначально до того как она превратилась во что-то что стало в вопросе что появилось в вопросе чтобы обнаружилось в вопросе и было сейчас услышано не погодите заменить заменить два слова какие два слова в тексте мы заменили какие два слова ну не факт что он кормил птицу поэтому пусть будет покормил птицу оригинальные слова надо назвать которые оригинальные слова заменили на какие-то какие оригинальные слова заменили два слова чем раньше было покормили птицу если на них было заменено если предположим что покормили птицу это заменили еще 30 секунд спасибо пусть будет помощь господ я че че они сидят господы 10 секунд заточил кого-то или если птиц а там было покормил птицу возможно заточил прометея время будем отвечать пусть будет заточил прометея как закуску для орла ну в греческой мифологии там по моему все друг друга то любили то ели 3 вопрос разработчики игры хейтс по-своему интерпретировали греческую мифологию так главный так главный герой за грей беседует с дионисом и последний даже отпускает некую шутку по этому поводу можно сказать что за грей в своем приключении столкнулся с ним назовите его двумя словами время время отсутствие стояка это чё такое как 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 она одним словом называется импотенция нет он его импотенция господин ведущий мой ответ не стоит не подойдет блин кто него не стоит господин ведущий а можно опишитесь не знаю сцену вот эту вот которую вы нафантазировали господин орлов я ничего не фантазирует дионис это кто это какой-то это бог чё-то там любви вот это всего или по моему любви любви была богиня афродита но предположим любви что было дальше главный герой диониса отпускает или дионис главного героя отпускает вот отпускает шутку потерял нить я короче не могу не могу точно ответить как я до этого дошел а это уже теперь интереснее правильных ответов ну кстати вот вне зависимости от правильных ответов самих ответов полностью работает короче вся логистика в смысле один из трех два из трех три из трех два из трех один из потому что собственно действительно кратос приковал прометея заковал прометея закусил прометея там и вот это вот все а в первом вопросе речь шла про кроноса от которого остался он в вопросе ну вот а в третьем речь шла про столкновение с самим собой или про раздвоение личности хотя бы вот но не про упражнение про импотенцию интереснее я согласен ответ интереснее вопроса получился ну можно хотя бы пол балла за это начислить нет давайте я вам целый балл начислю просто один вам один зрителям вот пускай пойдет там потому что почему бы и нет да но это был самый сложный близ для человека занимающийся хардкорными модами поэтому все как бы нормально я человек слова я сказал что проебу я проебал так что все как бы вообще никаких вопросов сказал сделал я сначала сказал разгибу а потом самое сложное сказал проебу все кстати попутно прошло голосование за лучшего знатока и чатик выбрал госпожу урбанович лучшим знатоком рядом где-то ходил господин русяев но и не не дособрал баллов а сейчас я думаю что наверное хотят что это я я же не ведущий я не знаю на самом деле будем ли мы выбирать лучший вопрос вообще давайте выберем лучший вопрос потому что чё бы и нет про не вспомнить что мы сегодня про диониса это был blitz болицы это другое значит напоминаю вопросы которые сегодня мы играли вопрос про консорциум ладью шахматы вот это вот все вопрос про спутник кирбл спрейс программ fallout new вегас вопрос про пакмана желтого трейтера приведений и вот это вот все вопрос про фазанского сона охотника из бладборна вопрос про смотрящего на башню и говорящего я но не в немецком смысле этого слова вопрос про незваных вань которые оказываются скелетами вопрос про прогресс бар из игры 2 трон 20 вопрос про администраторов модераторов которые могут раздолбать все подряд в игре майнкрафта также взяталась принцип был какой-то тор который заглушал неугодных вопрос про якубовича и пулемет из игры battlefield 1 вопрос про пешки из римворлда вопрос про elder скроллс в смысле скролл баров и вопрос про блинча из игры лук хироу я выбрал пара пакмана кстати да про пакмана был неплохой мне еще понравился про трон 20 минут об логика хорошие я тоже мне про трон понравился вопрос про прогресс бар всего можно было закрутить да он полностью раскручивается из вопроса никакая знаю кто мне нужно это очень позже ну еще мне понравился про скроллс потому что такой мем честно вот тут я ответила знаки потому что я видел этот мем так что а ну ладно все это было слишком я я тоже за скролл и голосую смысле за скролл и они за прогресс бар за скролл и я больше к прогресс бар я тоже тогда но видимо большинством голосов мы решили что лучшего просто прогресс бар не проголосовал только господин орлов господин о чем у нас какой счет причем тот счет ну мало ли как-то повлияем нет уже нет я вообще за якубовича но пусть пусть будет скроллс прогресс бар нет который скроллс большинством голосов мы выбрали прогресс бар в итоге что в таком случае можно пускать можно объявить наказание господин ведущий а блин есть наказание да у нас же есть наказание я его за тизер в начале потом забыл вас им понукать ну давайте тогда под музыку я его и объявлю а перед тем как включится музыка напоминаю что если хотите чаще и регулярно ведь сг чгк подписывайтесь на на допусте ссылочка под плеером чаще получать и таким образом команда в составе василия руся его максима орлова диана урбанович ильи шарифов и капитана команды ильги ермала его проигрывает пользователи сайта stopgame.ru лучшим вопросом игры признается вопрос про прогресс бар я его сейчас не найду но важно то что господа знатоки получают в свое неизвестно что что-нибудь лицо наказание в лице того что теперь они должны еще раз сыграть в чгк в смысле сг чгк в смысле трэш сг чгк желательно до конца этого года ух давайте прямо сейчас если только капитан у нас будет илья ермалаев я абсолютно я так понимаю да на самом деле настоящее наказание было то что господин ведущий перепутал мои имя так что что когда ну а тогда на очередном дубае я благодарю всех кто это смотрел кто это слушал я благодарю за знакомство участия благодарю чат за поддержку активное всякое вот это вот движение и донаты что мы отыграли таки все блицы во всех кто помогал прогонять этот пак господина гальперова за то что отвел технический все показал и сделал и благодарю себя за то что я такой вот такой вот такой вот такой вот такой вот вот это вкусно давайте